Всем привет! С вами снова ваш демонстративный тип личности. Меня не было аж целую неделю, но я считаю, что нужно продолжать жить дальше и давать под зад пинок себе, а заодно и вам, потому что саморазвитие должно всегда присутствовать как хорошая привычка. Хотя лучше бы саморазвитие было плохой привычкой, тогда бы от него было больше пользы и люди не были бы такими ленивыми и темными. Сегодня я решил выбрать тему о том, как же читать книги на английском языке, и вроде эта тема и простая, но с другой стороны она достаточно сложная, полезная и очень интересная. Я думаю, что не ошибусь, если окажется, что многие из вас просто берут какую-нибудь книгу, газету, журнал и тупо начинают ее читать. Это все, конечно, хорошо, я уже скоро не буду настаивать на правильности выполнения этого процесса, лучше что-то, чем вообще ничего. Но давайте при этом не забывать, что обычный любительский подход не даст такого полного, объемного и эффективного результата. Скорее всего, многое не запомнится, что-то запомнится, особенно если вашему мозгу понравилось что-то конкретное, но в целом это будет так себе чтение, ни о чем. Предлагаю быстро пробежаться по основным пунктам, как и что здесь нужно правильно делать, так что не будем затягивать это обалденное видео, давайте начинать. А вы пока что плачьте, колитесь, но ешьте этот кактус. Самое непродуктивное, что можно сделать, это просто брать тупо любую книгу, не обращая внимания на ее сложность. И логично, что книги нужно выбирать по уровню. Для начинающих лучше брать адаптированную литературу, то есть немного упрощенную, без лишних наворотов, как это обычно бывает в оригинале. А для того, чтобы понять, какой у вас уровень, есть Google. Набираете English Level Test и узнаете, что у вас с лексикой и грамматикой. Потому что, как бы вам не хотелось читать Кинга или Зюскинда, все-таки лучше сделать упор на техническую сторону и читать пока то, что вы можете. Дальше обязательно читаем вслух, чтобы тренировать говорение. Здесь вы сразу убьете двух зайцев или, как говорят англичане, you will kill two birds with one stone. Вот так вот вам. Делать это нужно для того, чтобы оттачивать свою речь, произношение и скорость. Потому что между тем, насколько быстро вы говорите и насколько быстро вы читаете, есть взаимосвязь. В любом случае, это хорошо влияет на способность мыслить быстрее и острее, а также развивает кратковременную память и укрепляет уже сформированные нейронные связи. Плюс, здесь хорошо работает визуализация. Вы сразу видите новые слова, фразы, выражения и грамматические конструкции. Третье, это просто святое. Всегда выписывать незнакомые слова и фразы. Еще раз, всегда. Надеяться, что оно как-то само запомнится, либо вообще это игнорировать, это как минимум потеря половины времени. И вообще, вырабатывайте привычку хорошего студента. Все записывать и выписывать. Увидел слово, записал. Увидел новую фразу, в словарь и выписал. Именно так, пока рука пишет, голова запоминает. Никакие суперуникальные методики 2024 года не работают. Все новое, это хорошо забытое старое. И оно как работало 200 лет тому назад, так оно и работает сейчас. Заодно и лень свою преодолеете, потому что само по себе просто так ничего в голову не заползет и не закрепится. И даже если это слово или фразу вы не будете использовать уже завтра, нехай буде. Потом вы скажете спасибо, только не мне, а себе. Очень хорошая вещь, это книги с параллельным переводом. Шикарная штука для тех, кому лень работать со словарем. Здесь вы сразу смотрите, и как выполнен профессиональный перевод, и что означают новые слова и фразы, и как правильно переведена та или иная грамматическая конструкция. Также вы можете пользоваться мобильными приложениями, где все это удобно оформлено. Вы нажимаете перевод, слова подсвечиваются. Но это не значит, что самому выделять и выписывать незнакомую информацию не нужно. Также вы обязательно читаете оригинальные статьи со словарем. Я часто использую вот такие вот материалы, как, например, из киевской газеты English Learner's Digest, где внизу к тексту мы видим сразу же словарь с переводом основных незнакомых слов. Здесь мне нравится, что ничего не адаптировано, все на языке оригинала без всяких упрощений, потому что студенты сразу привыкают к аутентичному английскому, который порой бывает достаточно сложным. Я, в пример, привел только лишь один из источников. Конечно, их сегодня намного больше и они более современные, но какие будете из них использовать вы, это уже на ваш вкус и цвет. Можно взять тот же Learner's Hot English, выбор большой. Главное, иметь желание порыться и найти что-то. Очень важно, когда вы читаете текст, пересказывать. И не просто прочли и забыли, а взяли, в своем мозгу просуммировали основные моменты и своими словами передали хотя бы в Present Simple. Во-первых, вы затренируете элементарную грамматику и времена. Во-вторых, вы потренируетесь произносить слова и наработаете скорость говорения, потому что собеседника рядом может и не быть. Ну и вдобавок, как-никак вы подзапомните новые слова. Самому себе пересказывать стесняться не нужно. Я бы даже порекомендовал записывать свой голос на диктофон. Кстати, о том, как можно научиться говорить быстрее, у меня здесь вот есть видео. Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. Ну и наостанок. Как хотите, хотите, не хотите, где хотите, обязательно нужно читать и слушать аудиокниги. Здесь вообще красота. Вы и слова поучите, и послушаете, как они произносятся, и запомните, как их произносят люди с разным произношением. Потому что мне тут недавно прилетел коммент, о каких таких акцентах вы говорите в Target Listening. Там только один американский акцент. Так вот, давайте вы сначала прочитаете, сколько у американского акцента бывает видов, а потом вы будете мне что-то писать, хорошо? Если вам кажется, что я говорю что-то не так или же не сучушь, открывайте свой канал и несите там истину. А я приду к вам в комментарии и обязательно пукну свое мнение. Пукать я умею очень хорошо, поверьте, снесет так, что улетите вместе со своим ноутбуком. Итак, если кратко, то где-то так. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Теперь вы уже знаете, как происходит правильный и эффективный процесс чтения книг. Надеюсь на ваши самые разнообразные реакции под этим видео. Но если вы со мной не согласны, то не надо. Пусть это будет наша с вами маленькая тайна. А за видео, пожалуйста, я все-таки за электроэнергию плачу. Свет тянет вообще как в прорву. Я тут недавно пошел на рынок, хотел купить пару килограмм картошки. Так что время просто покупали и вылетели в меня. А я тоже, может, хочу не покупать. Субтитры сделал DimaTorzok